Здравствуйте, в эфире ДПС на УТС. Меня зовут Анастасия Бойко. Смотрите сегодня выпуски. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Мальчик катался на велосипеде возле дома. Откуда ни возьмись, появилась девятка, которая ехала с существенным превышением скорости. Автомобиль сбил ребенка и продолжил движение. Ориентировка на ладу мгновенно поступила всем экипажам инспекторов и спустя несколько минут хэтчбэк удалось найти. Вот направление на место свидетельствования, на состояние опьянения. В больницу поедем? Нет. Отказываем. Владельца машины доставили в отдел полиции. В ближайшее время его ждет судебное разбирательство. За отказ от прохождения теста на трезвость мужчину могут лишить прав и оштрафовать в размере 30 тысяч рублей. А за оставление места ДТП ему грозит административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, за сутки в регионе произошло 6 аварий. Среди пострадавших есть дети. Подробнее об этих ДТП расскажем в рубрике «Сводка». 8-летний мальчик получил черепно-мозговую травму в аварии на Поляково. Ребенок начал перебегать дорогу в двух метрах от «Зебры». Владелец «Лексуса» не успел среагировать и вовремя нажать на тормоз. Школьника доставили в больницу. Еще один человек попал под машину на Богдана Хмельницкого. Водитель «Митсубиши» рассказал, подъезжал к пешеходному переходу. Внезапно на красный сигнал светофора на дорогу вышел молодой человек. Автомобилист попытался затормозить, но было уже поздно. Пострадавший повредил руку. Машина слетела в кювет с трассы Н1107. По предварительной информации, мужчина за рулем ВАЗа направлялся в сторону села Новотроицка. В какой-то момент не справился с управлением. Автомобиль занесло вправо. Водитель получил открытую рану головы. Понтиак сбил ребенка на Варшавской. Уже установлено. 12-летний мальчик переходил дорогу в неположенном месте. Владелец иномарки не сразу заметил пешехода. Школьника госпитализировали с переломом позвоночника. Мотоцикл и кроссовер не разъехались в Преомайском районе мегаполиса. ДТП спровоцировал байкер. Он поворачивал налево и не уступил дорогу встречному потоку. Рейсер врезался в Хонду. Помощь медиков потребовалась мотоциклисту. У него травма позвоночника. Еще одна авария с участием байкера произошла в центре Новосибирска. Автолюбитель за рулем Ниссана направлялся в сторону Писарева и решил развернуться. Начал маневр, но не убедился в отсутствии помех. Санни столкнулся с двухколесной Хондой. У мотоциклиста многочисленные травмы. Обратите внимание, салон не прокурен. Владелица угнанной Тойоты записала видеообращение к похитителям. Просит бережно обращаться с машиной, ведь в любом случае скоро иномарку найдут. Седан угнали 25 мая от одного из многоквартирных домов в Краснообске. Автомобиль выпущен в 2012 году. Отличительные особенности. Царапина вдоль водительской двери. В салоне установлено детское кресло, а в багажнике был насос с прищепками для аккумулятора. Если заметите подозрительную черную камри, обратитесь в полицию. Кстати, накануне областные полицейские задержали двух предполагаемых угонщиков. По версии следствия, оба фигуранта взяли чужие машины не для последующей перепродажи, а просто чтобы покататься. Первый инцидент произошел в Венгеровском районе области. 22-летний парень, ранее уже судимый, прогуливался по улице под шофе. Увидел шестерку, а в ней ключи. Воспользовался моментом, сел в машину и отправился кататься. Правда, во время поездки повредил колесо и бросил машину на обочине. Похожий случай произошел в Чулымском районе области. 17-летний подросток заметил вас с ключами в замке зажигания. На нем, недолго думая, и уехал. Спустя некоторое время бросил автомобиль почти там же, где и нашел его. Оба задержанных ожидают решения суда под подпиской о невыезде. Необычный сюрприз обнаружил житель Чистой Слободы. На капот его иномарки прилег неизвестный мужчина. Местные жители рассказали, этот человек регулярно нарушает общественный порядок. То пытается проникнуть в подъезды, то спит на детских площадках. В этот раз местом для отдыха он выбрал чужую машину. Полицейские несколько раз прогоняли мужчину с территории жилого комплекса, но тот возвращается снова и снова. Другим темам. Четыре полосы от Новосибирска и до Горно-Алтайска. Чуйский тракт может стать в разы шире к 2030 году. Во всяком случае, это планы руководства Росавтодора. Глава ведомства намерен расширить 182 километра федеральной трассы, которая, кстати, входит в рейтинг самых красивых дорог в мире. В прошлом году удалось увеличить 7 километров в проезжей части. В этом модернизируют еще 12, а в следующем уже 25. На дорожном участке от Мочище до Витаминки начали устранять пучинообразование. Работы идут в несколько этапов. Движение транспорта местами придется временно ограничивать. Туат Внепланова выделил средство на восстановление полотна, которое повредилось из-за проезда по нему большегрузных машин. А их вес пагубно влияет на состояние асфальта. На некоторых участках образовались своеобразные кочки. Вокруг неровностей появились разрушения. Работы пройдут на площади в 340 квадратных метров. Гарантийный срок составит 12 месяцев. 332 585 рублей мэрия Новосибирска должна выплатить местному жителю. Мужчине удалось доказать, что именно по вине дорожников произошло ДТП, в результате которого автомобиль получил серьезные повреждения. Водитель не заметил выбоину, наполненную водой, и иномарка попала в ловушку. Авария произошла еще в апреле прошлого года. У БМВ, который ехал с Немировича Данченко на Мира, в результате ДТП оказались повреждены диски и колеса. Владелец машины вызвал экипаж ДПС. Инспекторы составили акт о ненадлежащем состоянии уличнодорожной сети. Настойчивый потерпевший обратился в суд, и Фемида его поддержала. Теперь собственник дороги, а это мэрия, возместит мужчине не только затраты на ремонт машины, а также компенсирует судебные издержки, почтовые расходы и траты на проведение автотехнической экспертизы. При этом в регионе наступила самая активная фаза проведения ямочного ремонта. Работы идут в каждом районе мегаполиса, а также в областных центрах. О ходе восстановления дорог накануне рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский. Продолжается работа по ямочному ремонту, выполнена 43 тысячи квадратных метров. По национальному проекту работы ведутся на 88 объектах, плюс еще один объект добавился в Горсенбергске. Завершены работы на трех, пока идет приемка выполняемых работ. Уложено на сегодняшний момент 47 тысяч квадратных метров в верхний слой покрытия. На этом выпуск ДПС на ОТС завершен. Ждем вашей истории и видеозаписи на почту. В студии работала Анастасия Бойко. Берегите себя и до скорой встречи в эфире.